Александра Маринина. «Чужая маска». Повесть. Глава первая. Настя Каменская ушла в работу с головой и недовольно поморщилась, услышав телефонный звонок. «Ася, у тебя телевизор включен?» — послышался в трубке голос мужа. Алексей всю неделю жил у родителей в Жуковском. В институте, где он работал, начался отчетный период, и он целыми днями пропадал в своей лаборатории, а от дома родителей до института было не больше десяти минут средним шагом. «Нет, я работаю», — ответила Настя. «А что в телевизоре? По РТР идет очень забавная передача про то, как у вас в милиции права граждан нарушаются. Посмотри, получишь удовольствие». «Какое уж тут удовольствие!» — вздохнула она. «Опять, небось, пинают нас грязными сапогами». «Пинают!» — со смехом согласился Алексей. «Но ваши сопротивляются изо всех сил. Ты включи, не пожалеешь. Там приятель твой, генерал Заточный, с ними сражается». Настя метнулась к телевизору. Да, действительно, на экране возникло знакомое худое лицо Ивана Алексеевича Заточного, одного из руководителей главка по борьбе с организованной преступностью. Впервые она увидела генерала в форме и не могла не признать, что в кителе, отлично сидящем на сухощавом поджаром теле, Заточный смотрелся намного эффектнее, чем в куртке или спортивном костюме, как Настя привыкла видеть его во время их постоянных прогулок. «Противником генерала в этих теледебатах был какой-то плюгавый мужичонка в огромных очках, то и дело сползающих по тонкой переносице на самый кончик длинного носа. «Ко мне постоянно обращаются граждане», — вещал мужичонка, — «с жалобами на то, что в милиции грубо нарушались их права, в том числе и право на телесную неприкосновенность». В это время на экране появились титры «Николай Паташов правозащитник». Переводя на русский язык, — продолжал Паташов, — «эти люди жалуются на то, что в милиции их избивают и пытаются обманом вынудить признать себя виновными в том, чего они не совершали. Вам, Иван Алексеевич, известны такие факты, или то, что я рассказываю, является для вас откровением?» «Мне, положим, известны и не такие факты», — усмехнулся Заточный. «А вам, уважаемый господин Паташов, известно, что работники милиции иногда оказываются ворами, грабителями, насильниками и убийцами?» «Мы, если помните, однажды уже пережили эпоху министра внутренних дел, который считал, что, коли в милиции попадаются негодяи и сволочи, то она вся насквозь плохая, и нужно ее немедленно всю поголовно обновить. А что из этого получилось, тоже помните? В нашу систему пришли партийные и комсомольские работники, которые вообще ничего в нашем деле не понимали. Зато, как предполагала тогдашняя идеологическая доктрина, были все до одного честные и порядочные. Правда, очень скоро оказалось, что они в плане честности ничуть не отличаются от всех остальных милиционеров, а работать не умеют. И в результате работа по раскрытию преступлений и их предупреждению оказалась разваленной. Я это к тому говорю, что работники милиции в своей массе точно такие же, каково население в целом. В нашу систему сотрудники не с неба падают, их не в инкубаторах выводят. Они родились и выросли в нашей среде, так почему они должны быть лучше, чем мы все? Ну уж это ваше заявление не выдерживает никакой критики, всплеснул руками правозащитник Поташов. Зачем государству такая милиция, которая ничем не отличается от основной массы населения? — Весь смысл вашей системы в том, что в нее должны приходить лучшие, чтобы бороться с худшими. Это принцип построения любой правоохранительной системы в любой стране. — А как вы собираетесь отличать лучших от худших? — иронично поинтересовался генерал. — У них что, на лбу написано? — Должен быть строгий отбор и полная непримиримость к малейшим проступкам, не говоря уже о служебных нарушениях, — твердо заявил Поташов. — Только так вы сможете очистить свои ряды от тех негодяев, которые издеваются над гражданами. — Хорошо, Николай Григорьевич, мы так и сделаем. Завтра вашу квартиру обворуют, вы позвоните в службу 02, а там вам никто не ответит. Мы всех девушек уволили, потому что они или на работу опаздывают, или с гражданами недостаточно вежливо разговаривают, или совершают административные проступки, например, нарушают правила дорожного движения. — Тогда вы позвоните в свое отделение милиции, и там вам скажут, что всех сыщиков поувольняли, и ехать к вам некому. Один дежурный остался, потому что должен кто-то на телефоне сидеть. — И что же вы думаете, нам так легко будет новых сотрудников набрать? — Умных, образованных, вежливых, профессионально грамотных и неподкупных. — Умные и образованные юристы уже давно по фирмам да службам безопасности разбежались. Им наша милицейская зарплата... — Тьфу! — Даже сказать стыдно. — Да что же, по-вашему, выходит? — Лучше плохие милиционеры, чем совсем никаких? — взвился Поташов. — Но это уж, знаете ли, вообще ни в какие рамки. — Не передергивайте, Николай Григорьевич, едва заметно поморщился заточный. — Я так не говорил. Я пытался объяснить вам, что ту элиту, о которой вы мечтаете, взять негде. Нечем нам их привлечь к себе, понимаете? И потом есть еще один немаловажный аспект. А где их готовить? — Сыщиков и следователей учить нужно. А где? Вы хотя бы приблизительно представляете себе, какие здесь существуют проблемы? — Насколько я знаю, только в одной Москве существует целых три высших учебных заведения МВД. Неужели этого мало? — Увы, — развел руками заточный. — Мало. — Я вам приведу только один пример. Московский юридический институт. — Площадей не хватает. Прием слушателей на первый курс ежегодно увеличивается. Институт вынужден арендовать учебные помещения по всей округе. Занятия идут в три смены в четырех разных зданиях. А сколько за эту сумасшедшую работу получают преподаватели? В переводе на общепонятный коэффициент — около трехсот долларов. Это вместе с доплатами за офицерское звание, за выслугу лет и за ученую степень. Так скажите мне, уважаемый Николай Григорьевич, кто в таких условиях будет учить будущих работников милиции? — Да пусть у нас в Москве будет не три, а десять высших учебных заведений. Где же мы наберем преподавателей для этой адской работы? Опять-таки я говорю все это не для того, чтобы вас разжалобить, а для того, чтобы вы поняли, что в нынешних условиях милиция — это то же самое население, не хуже, но и не лучше. А для того, чтобы заниматься отбором элиты, нужно, чтобы к нам на работу стояла очередь. Насте стало скучно. Все это она слышала неоднократно, да и не только слышала, а сама много раз говорила. И все-таки все эти ваши трудности не оправдывают фактов нарушения прав граждан работниками милиции. Никакими трудностями нельзя оправдать нарушение закона. Люди идут в милицию со своей бедой, надеются на помощь и сострадание. А что они видят? Минуточку. Поднял ладонь заточный. Мы о чем с вами говорим? О том, что в милиции плохо обращаются с потерпевшими или все-таки с преступниками? То, что с потерпевшими бывают недостаточно вежливы и терпеливы, нас не украшает. Но нарушения гражданских прав здесь нет. Поэтому давайте не будем уходить от темы нашей дискуссии. Настя ушла на кухню и поставила чайник на огонь. Раз уж она все равно оторвалась от работы, так хоть поест заодно. Плох, когда Лешки нет. Готовить для себя она ленится. Приходится перебиваться бутербродами и кофе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова